коллеги приветствую вас с вами максима милинчук автор проекта риэлтор на миллион предлагаю вам посмотреть фрагмент вебинара который называется как увеличить продажи за счет межрегиональных сделок для того чтобы скачать вебинар в целом перейдите по ссылке которая находится в описании к этому видео теперь что говорить клиентам очень важный момент потому что говорить им просто что мы занимаемся продажей это очень как бы неэффективно коллеги давайте вот еще буквально минуту я пока воды глотну а скажите пожалуйста по первой по первым этим двум трем частям пока мы подошли к структуре обращения по email маркетингу какие то может быть есть вопросы напишите пожалуйста комментариях вот что по емейл маркетингу по социальным сетям что-то есть какие то вопросы что завтра будет вебинар по соцсетям я расскажу о современных трендах которые есть которые нельзя игнорировать и которые могут кардинально поменять ваш весь маркетинг вообще есть маркетинг потому что некоторые вещи я очень серьезно очень серьезно поменял очень серьезно мы поменяли хорошо а какие еще вопросы сейчас я сброшу вам ссылку я ссылку сброшу это смотрите я вам отправлю ссылку это get response программа которая посмотрите на сайте есть подборка видео пролистаете у меня пять или шесть есть материалов про значит пять или шесть материалов есть про email маркетинг и там даже я делаю краткий обзор сервиса get response потому что это сейчас я вам сброшу слух а значит там есть там есть возможность создать посадочные страницы там есть возможность проводить вебинары вот я провожу вебинар get response а есть возможность создать посадочные страницы есть возможность на сайт поставить разные всплывающие окошечки разные формочки где оставляют люди контакты там будет выпадать какие-то вот формочки которые когда вы уходите они падают закрываются в общем по единому тарифу очень хорошее качество доставки и вот в общем то это ну ольга вы для начала вы посмотрите вот серию видео если будет интересно запишитесь дальше мы свяжемся эта программа будет в начале следующего года достаточно интересная мы по шагам разберем как это все сделать потому что ну такой пример приведу вот кедр выращенный уже там несколько лет ему он уже стоит ну не одну не две копейки но когда это саженцы когда вы берете там мешок этих семян этих зерен они стоят дешево так вот вот этот бизнес вот можно сравнить с выращиванием саженцы до семя до саженца вот здесь какой бизнес потому что если у вас может быть вот сейчас вот ревизию сделать у вас там десятки сотни телефонов каких-то скопилось непонятно клиентов возможно мы с ними не очень качественно где-то сработали возможно риэлторы кому-то забыли что-то отправить возможно возможно клиенты что-то вам писали да если вы правильно базу выдерните правильно напишите письма их рассегментируете у вас появится база можете уже отправлять ваши интересные предложения по интересам людей да именно не то что вам интересно то что люди хотят получить что говорить клиентам клиентам все наши послания они будут делиться на две категории мотивация от мотивация к я думаю что вы прекрасно понимаете уже разницу да может быть кто-то если даже не знает он интуитивно этим пользовался да в простонародье это называется правило двух морковок да морковка спереди морковка сзади которая человека подталкивает к принятию решения да ну здесь не морковка поставлена здесь какой-то острый такой предмет нарисован и вот человек бежит к чему-то да вот он пытается это достать и человека кто-то сзади колит его кто-то гонит вперед и так что мы можем сказать клиентам клиентам мы можем сказать о том что надо сделать акт на негативной какой-то ситуации то есть если мы говорим мы сейчас видим что очень активно люди перебираются из челябинска мы видим что несколько агентств недвижимости уже открыли представительство в сочи потому что ну реально челябинск один из самых грязных городов россии так же как и наш город красноярск мы тоже видим что из нашего города уже часть риэлторов уехала и там работает некоторые открыли агентство недвижимости некоторые работают в каких-то компаниях но мы видим что люди стремятся переезжать да еще я самом начале забыл сказать еще об одной из причин по которой имеет смысл наладить отношения на сочи это связано с тем что на сегодняшний день очень большая прослойка людей которые имеют деньги это госслужащие это силовые структуры они не могут покинуть территорию россии этого нужно было начать да и сказать что это очень большая прослойка и их учитывая долю государства скажем так то что количество чиновников и силовиков год от года растет состояние их укрепляется да они финансово становятся на ноги все крепче крепче и крепче да может быть не всем правильное слово подобрал но я думаю все понимают и они готовы покупать недвижимость потому что во многих странах им въезд закрыли и вот это еще одна из причин поэтому что говорить клиентам клиентам мы говорим о том что плохая экология болезни подумайте о детях подумайте о родителях и вот говорим это называется мотивация от мы рассказываем человеку как от чего он может уйти от чего он может убежать да потому что человек выйдет на пенсию в активном таком достаточном возрасте у него есть хорошее накопление ему там еще возможно 50 лет он там из силовых структур ушел да и вот мы подтолкнулись к смене жительства либо покупке недвижимости для одну в качестве дачи это могут быть это могут быть родители то есть это пера момент это мотивация к то есть мы мы показываем человеку красивую картинку иногда одна мотивация может перейти во вторую иногда вторая может завершить первую то есть они между собой могут быть связаны на но чаще всего люди какой-то у них приоритетная какая-то есть мотивация да какое-то заложено в них вот это начало мы на нем делаем акцент на тем не менее можем сказать и о мотивации данной ситуации к показываем человеку красивую картинку море солнце красивые виды особенно хорошо сработают визуальные красивые видео красивые там горы снег море то есть есть разные в сочи есть разные рельеф разные разные картинки можно показать человеку да человек любит снег горные лыжи которые мы можем красиво показать человек любит тишину тоже можно найти места где тихо спокойно человек любит тусовку тоже можно то есть получается что нужно спорт показали нужны концерты тусовки тоже показали то есть мы можем на любой вкус подобрать недвижимость вот это очень важно поэтому мы говорим о демонстрируем красивую картинку благо фотографий много благо видео много благо можно это все красиво описать, но это очень сложно сделать, если вы сами не побывали в Сочи. То есть очень сложно продавать то, что вы сами не видели, не трогали, не пощупали. Поэтому, если вообще кто был в Сочи после завершения Олимпиады, после 2014 года, кто, я так 2014 поставлю, кто был в Сочи после уже завершения Олимпиады? Поставьте, пожалуйста, плюсы или минусы. Да, хорошо. Плюс, минус. Минус. Коллеги, ну я рекомендую обязательно побывать, выбрать. Дело в том, что сейчас есть лететь до Сочи из Москвы, если мы говорим про Москву и Питер, это вообще очень смешные расстояния, буквально несколько часов. Если мы говорим про эконом-вариант, добраться можно на авиакомпании Победа, значит, при тех ужасах, которые они рассказывают, понятно, что люди покупают самые дешевые билеты, в которых максимум ограничений, билет стоит там тысячу рублей, понятно, что людям не дают воду, понятно, что их садят, куда попало, но тем не менее, если вы возьмете чуть-чуть дороже класса, спокойно долетите, это пару тысяч рублей, вы своими глазами посмотрите. Город, я был в Сочи на протяжении, наверное, лет десяти подряд, у меня ребенок занимался спортом, он играл в шахматы, он профессионально играл в шахматы, ну, если это можно сказать, для 12-летнего ребенка, он был призером соревнований российских, мы даже на чемпионат Европы ездили, то есть, ну, такая эпопея была, долгая. И мы на протяжении долгого времени, лет, наверное, ой, нет, 10, наверное, я соврал, лет, наверное, 7 или 8 ездили. Значит, и каждый год соревнований проходили в Дагомысе, поэтому мы проезжали, мы жили в Дагомысе, но он играл долго, я находился часто в Сочи. Город поменялся вообще кардинально, дороги, развязки, вот эту горную часть очень серьезно перестроили, много объектов, я был после этого несколько раз на конгрессе российских гильдий риэлторов, я был, два раза мы были в Сочи на конференции Сбербанка, особенно мне понравилось горки-город, вообще очень красиво, все, нужно приехать посмотреть. Коллеги, вы смотрели фрагмент вебинара о том, как агентство недвижимости увеличить продажи за счет межрегиональных сделок. Остальные фрагменты вебинара и полную версию вы сможете посмотреть, вступая в группу городского риэлторского центра, это наши партнеры по продажам недвижимости в Сочи и присоединяйтесь к группе, вы найдете много интересных, полезных материалов, видео, статей и приглашений на другие вебинары. Группа есть как в ВКонтакте, так и в Фейсбук. Есть специальное предложение, сейчас пакет только формируется, поэтому узнайте у представителей компании, как это все будет выглядеть. Мы периодически проводим мастер-группы с групповой обратной связью. Так вот, партнеры городского риэлторского центра, если вы начинаете сотрудничать, у вас начинаются совместные продажи, то вы принимаете участие в наших мастер-группах, в тренингах совершенно бесплатно. Ваши специалисты смогут увеличить поток клиентов с помощью социальных сетей, проработать технологии активных продаж, реактивировать свою базу клиентов, настроить имейл-маркетинг и также по набору сотрудников. Поэтому вступайте в группу, пишите, связывайтесь напрямую с организаторами группы, они есть в разделе администраторы, вступайте в группу ВКонтакте и в Фейсбук. И кроме этого приезжайте в Сочи. Ближайший учебно-информационный тур для партнеров компании пройдет с 22 по 25 ноября. Если по каким-то причинам вы, например, смотрите видео, это позже, то свяжитесь с организаторами группы, узнайте, когда будет следующая встреча, следующее мероприятие. С вами был Максим Амельничук, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова